Господи, Сил, с нами будем, и таково разве Тебе, помощником скорых ненимам, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира о Духе Святом, доброго всем дня и хорошего настроения. Ещё несколько слов в тему общины и общинной жизни. Есть несколько критериев, по которым можно определить, есть община или нет. Один из этих критериев — это совместные трапезы после службы. Когда сотрудники, какие-то прихожане, постоянные помощники, добровольцы, они спокойно могут пройти в трапезную. Трапезная является, я уже говорил, значительной частью приходской жизни. И вместе побыть. Недавно рассказали историю, которая, конечно, очень расстроила. Пожилой настоятель потихонечку передаёт приходскую жизнь молодому священнику. А так бывает, что не всегда этот священник вырастает из недр общинной жизни, прихода. Бывает, назначается. И вот молодой, у него взгляды более прогрессивные, ну или, так скажем, экономные. И он увидел в том, что трапезная является такой большой расходной частью. Поэтому надо её максимально сократить, а лучше всё сделать, ну как бы за материальное вознаграждение. И вот эта многолетняя традиция совместных обедов, она потихонечку сошла на нет. И с точки зрения выгоды, может, это кажется, ну да, какая-то экономия. Но с точки зрения стратегии развития, прихода, это, конечно, большая потеря. Потому что общение людей, оно важнее, чем, ну просто что-то получить. И люди, которые приходят, они же дальше приход-то ведь и содержат. И чем больше человеку будет здесь приятно, хорошо, тем он больше будет вкладывать. И, конечно, важно этому уделять значение. Так получилось, мы готовились к приёму дорогого гостя, а у него приехать не получилось. И, ну поскольку обед готов, то пошли по разным закоулкам, нашли хромых, сухих, больных. В общем, собрали всех сотрудников. Как раз была достаточно такая трудовая страда, много потрудились. И так захотелось как-то все вместе собраться. А всегда вот то, что спонтанно импровизировано, оно и даёт какой-то самый лучший душевный результат. Хотя, конечно, лучшая импровизация — это всегда заранее подготовленное мероприятие. И так как-то собрались 70 человек, посидели, попели вместе песни, поиграли какую-то музыку классическую. И каждому по коробочке Рафаэллы в подарок. Ну, конечно, это требует каких-то вложений. Но это сторицей окупается той благодарностью, тем обратным откликом. То есть очень важно человеку... Помните, наш вот этот год проходит под лозунгом слова преподобного Амбросия Оптинского? Каждому человеку важен ласковый взгляд, приветливое слово. Нужно, чтобы нас любили и нам верили. Нужно то, что самое дорогое и самое редкое сокровище — сердце внимательное. Найти доброе слово, поблагодарить за труды, за прожитый год, пожелать дальнейших творческих успехов. И человека это воодушевляет, даёт радость, силы и взаимную обратную теплоту. И так потихонечку община и формируется. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!